Дорогие друзья, дорогие любители поклонники General Zero Hour С вами канал Бляр ТВ И прежде чем мы продолжим смотреть на это топовое побоище У меня есть к вам небольшая просьба оставить свои комментарии Конечно же досмотрите ролик до конца Также ставьте лайк и подписывайтесь на канал И самое главное помнить, только благодаря вам Нас становится больше и наша любимая игра становится популярнее Но на ваших экранах карта, новелпорт, рейс и фуфа реплей Да, ни разу на моем канале не выходило топ реплеев Именно в игре каждый сам за себя Ну надо же что-то новенькое приносить Тем более, что реплей действительно годный У нас под оранжевыми цветами играет нубища за китай пехоту Справа от него инжи Играет за США лазерное оружие Правее фак За американца Что у нас за американец Это США ванила Снизу под США ванилой Играет с руси с китай танки И левее от руси с ядерный китаец Зоруру И последний игрок на карте остался Анатол Играет также за ядерного китая Я знаю, что некоторые из вас смотрели в прямом эфире данный поединок Но мы там упускали очень многие моменты Когда смотрели ту фуфашку Да и в принципе особо серьезно не относились Но никто не ожидал, как повернется эта игра Видим со старта сразу же бегает ракетчик Пытался он здесь немножко оттеснить чинуки Не получилось Удачный рейнджер от инжи Карта интересна У каждого игрока есть на базе один ресурсный центр Разбросанные коробки и вышка И также есть между игроками по одной вышечке В центре стоит также 6 вышек То есть экономика здесь на этой карте Весьма удовлетворительная Так как есть еще коробки Которые также ближе к каждому игроку То есть можно сказать Со старта можно играть в 3 супла и в захват вышек Интересный здесь дроп Или пришли 2 ракетчика минус дозер Но с командным центром играет Руслан Поэтому он сейчас не боится дозер ханта А вот как раз таки зеленый американец Он продал свой PC И дозер хан получить страшно Причем начал очень странно В 3 супла из американца Но офигеть как по деньгам Сложно начать в такую игру Например инжи начал в 1 супла Но его немножко здесь прессовали И вышечку также и захват выучил Интересно играет факт Но поэтому был очень поздний завод Пошел на базу к зеленому американцу Здесь 2 хаммера от лазера Минус дозер Остался последний строитель Которого нужно бы спрятать И неужели вот так просто Инжи сейчас 2 дозер ханчат фака Да ну Серьезно Ну вот дорогие друзья И цена продажи командно-центра ФФА Что у нас находится в остальном мире В других точках карты Здесь батлмастеры перестреливаются Справа посты также стреляются с батлмастерами Небольшие контакты Абсолютно небольшие контакты Пока все самое зло творится между зеленым и синим игроком Да тут еще и лазер лочится Кстати неплохо Здесь смотрю все таки сконтрил Сконтрил факт вражеский хаммер Но остался без дозеров Зато у него есть 3 суплая У него есть захват Пошел уже захват вышек И у него есть военный завод и казарм Все что нужно есть Ну Руслану в принципе заработать Руслана зовут НЖ Так как он подписан на турнирных сайтах Руслан НЖ Поэтому я его привык называть Руслан НЖ В центре кстати пошли перехват вышек Здесь причем желтый И Зору ворвался Но у Зору есть Небольшие конфликты Конфликты слева Конфликты справа Уже пошел первый танк Император От танкиста Вот кстати Чем эта карта хороша для того же танкиста Ну не сказать бы что в принципе для танкиста ФФА это хорошо Но здесь хотя бы она более открыта Нет узких проходов Поэтому танком можно спокойно играть Потому что есть многие карты Которые в принципе уже Говорят о том что танкисту здесь Ловить нечего Действительно есть такие карты Особенно если взять казино Да С узкими проходами То здесь она более открытая карта И поэтому можно как бы И посражаться за танка Спам пошел полный императоров По всей видимости Скоро мы увидим с вами Крупное побоище здесь Потому что танкист пошел на Нюка В центре Анатол перехватывает себе вышки Уже две И пока нетронутый нубиш У него всего 15 экспы У ни с кем не воевал Пех есть и аэрфилд Но вообще пехотный генерал Считаю очень сильным В такой ФФАшке Ну и с чем можно сравнить с танкой Конечно же с лазером Потому что лазер и танк Они не имеют артиллерии Если допустим брать стелса Тот хотя бы имеет рокетбаги То есть за стелсом Той карте шикарно играть Можно пробивать рокетбагами То за лазер и за танкистом Ну вообще никакой арты абсолютно Этим ребятам сложно Особенно сложно Если лазер играет против какого-нибудь нюка Который постоянно долбит нюк канонами Ну пошел прорыв Посмотрите Срусис полетел на Зоро И Зоро Кстати с помощью яйцемок Очень даже хорошо здесь отбивается Молодец Так ну слева Подступает Анатолу Неужели Два в ствола Сейчас пытаются заморить Зоро Зоро точнее Ой как неприятно Но у желтого Дженерал с большими проблемами Мы видим так же и у Руслана Проблемы все таки Несмотря на отсутствие дозера Фак скопил армию У него очень много денег Он играет 3 суплая Он играет в вышку И очень неприятная пачка Пришла на базу Посмотрите К Анатолий отступил Анатол отступил Возможно Чекнул он фу Что китай здесь дерется Решил не мешаться И просто отступает А может быть Испугался Что в будущем пойдет пех Командный центр отстраивает Анатол Так Отменяя здесь Суплая НГ Ну да Тяжелая ситуация У синего лазера Хотя в начале Он очень удачно Задозер хантил Своего оппонента Но естественно Если ты кого-то Дозер ханчишь Этот игрок Будет уж по-любому Про тебя играть И тебе мстить Что в принципе Фак здесь и вытворяет 4 вышки в центре Даже 5 вышек В центре Анатола Боже Сколько у него Деньжат А нюк сейчас Просто может так Жестко спамливаться Пойти в супер оружие Да Интересно И просто разбивает Своей пехотой Здесь Мы смотрим Фак своего оппонента Нет Не стал добивать казарму Возможно Испугал Что появится рейнджера Но кстати НГ нас спамил НГ нас спамил НГ может просто Пойти попытаться На базу Снести хотя бы Военный завод Но я думаю Что в экспертизе Все так у него Больше наверное Головей Идеи-то Подбиваться Здесь Да Ну пошли Лазер локи Естественно Грамотные лазер локи Надо рейнджеров То убивать Опять пошел Наваливать Срусис на Доро Зоро сегодня Получил очень много Люлей Естественно Не только От самого Срусиса И лотос Также пришел От красного Танкиста Да Неприятно Ну что ж По всей видимости Зоро здесь Будет первый Вбывать на этой карте Уже ядерная ракета Есть у танкиста Там и первый До этого дошел И мы смотрим Что здесь Что-то как-то Все равно Лазер себя чувствует Очень плохо Пришли еще Вспомогательные войска От Фака Попер Поглядите Анатол на Нубища Интересно Нубища Весь бой Вообще не воевал Готов ли он Драться Против Нюка Но вообще Инфантри Это очень хороший Генерал Против Любого Другого Китайца Да Здесь Четыре Императора Один из них Вообще Трехлычковый Без проблем Разбирают Нюковскую базу Очень неприятно Чем кстати Примечательная игра Ни одного Глашника На карте Вообще То есть у нас Американцы Китайцы Делят Этот Невелпорт Да Уничтожается Кстати командный центр НЖ так и не успел Дойти до третьего ранга Фак он не пригодится Кстати у Зора Из третий ранг И вот-вот Отстраивает командный центр Говорит о том Что сейчас полетит Наверное ковровка Нет Сдался Зора Не стал мучиться Хотя мог Минус один Дорогие друзья Осталось Пять бойцов Артудар Запустил Срусис уже В никуда Но вот здесь Все самое интересное Если бы с Нюканонами Пошел на Тол Почему без Нюканонов Непонятно Здесь очень много постов Не мешало бы пару бункеров Там наверное поставить Не почему-то высаживаются Труповозы Ой Ну какие-то Странно очень Хеликсы пошли Ну бища Словно играет Первый день Ну кто ж так Отбивается от Нюка Да и сам Пех мог Спокойно Нюканонами Здесь поиграть Да Дорогие друзья Я думаю что Он Атол должен проходить дальше Там кстати ядерная ракета Хотя Ну Мало юнитов Всего осталось Три Оверлорда Один можно забирать Никто его не забрал Труповоз Непонятно зачем вылез Новая волна От Фака Пошла на НГ Ну тут Опять же Фаербейсом 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 Дозер есть У НГ Но Да Это последний Дозер Поэтому Тоже Дозер Хант И Я думаю что Синий Американец Обречен Фак все таки Своего добивается И сносит Руслана По всей видимости С лица этой карты Да Все Это GG Минус 2 игрока Дорогие друзья Остается Четверка лучших Анатол Все таки Прошел На базу К Пеху Боже мой Пех Столько готовился Да вообще Пех Это один Из самых Крутых Просто Оборонительных Генералов Фа И вообще Не может с этим Справиться Ну да Видно что Убийщи не хватает Опыта в игре За пехотного генерала Не хватало Все таки Оборонительных Построек Бункеров Тем более что Без артиллерии Шоу Хотя он Тол Перехватить Не перехватил Но ему уже В задницу давит Просто Срусец Поглядите Пришли эти Жесткие Императоры О да Ребята Здесь просто Нашли Целый парк Развлечений Разбивать Вражеские здания Но посмотрим Анатол вернется Или нет Фак Пошел На Бедного Ну бища Еще минус Игрок Да Ну бища Только дошел До второго Ранга Ну фак Жестко Зашел Пошел Кстати Артудар От Анатола Ковровка Здесь пролетела Императоры Выжили Но посмотрим Артудар Упадет Нормальный или нет Он первого уровня Поэтому Он даже тут Каленые императоры Не запирает Да Но пришел Анатолий Своими войсками Отбиваться Сейчас очень интересно Ведь Американец Который Всю игру Играет Без дозеров Может действительно Победить В этой игре Потому что Китайцы Между собой Зарубились И вот эта пачка Хамеров Она будет очень опасная Бьются здесь И экономическая Постройка Которая дает Скидки на юниты И фышки Разбивает Все разбивает Пока фак Вроде бы Как Пытается Анатолу Здесь отбиться Дозер еще живой Есть Но по всей Видимости Мы увидим С вами Одну игру Точнее Один на один Игру Фака И Срусиса Потому что Ну Анатол Тут уже Да Будет выживать Но я думаю Что Срусис Должен Добивать Идти Нет Два Военных завода Анатолу 35к Флуату Анатолу То есть По сути В теории Если вы сейчас Не то трогать Не будете Он еще может Отыграть Но посмотрим Но посмотрим Там же Американец Который Может спокойно Прийти И добить Зачем лишние Соперники Тем более Американцу Который Играет Без Командного Центра Срусис Тут уже Захватывает Просто Почти Половину Нижней части Карты И супла Свои Ставит Не парится Все вышки В центре Почищены Одна Так и не Захвачена Еще пошли Императоры Слушайте И вот Вопрос Куда все таки Направится Американец Но здесь Длая пачка Императоров С тремя Лучками Есть Гатлинги Без Стратегического Центра У нас Играет Юса Поэтому Будет Сложно Но Нарывается Но вот сюда Зря пошел Конечно Никто Не выстрелил Не успели Пацаны Тут Свои заряды Отпустить И Анатол Выживает Действительно Он ставит Еще военные Заводы Ушел Повыше Все таки Какие то Шансы В этой игре У него По всей видимости Остаются Дозер до конца Не потерял Ну а если Срусис Полноценно Переключается На фака Ох Как будет Интересно Ну вот Пошли Хамеры В упор Минус Была Медичка Так Там есть Апгрейды На Императоры На скорости На убойность Апгрейды В ядерной Ракеты Не учились Пока единственный Срусис То пошел Ядерное оружие Но не зря Да Здесь очень много Теряет Кстати фак Ой Ой Еценку Бросать Срусис На свои же войска Как это неприятно И Ковровочка Хэтшот Великолепно Закрыл Срусис Мины уже Не нужны были Но есть новая пачка У американцев Да Тут Много очень джипов Анатул Действительно Выживает Посмотрите Ну никто его Дальше не добивает Ребята его бросили В принципе Я думаю Что Срусис Его не бросил бы Если бы не пошел Американец И удар Ядерной ракеты На Казарму Электростанцию Все Без пехоты Будет играть Фак Это его последняя пачка Американская Но посмотрим Там еще Арт-удар пошел На военный завод По всей видимости Но на базе У Срусиса Огроменные просто проблемы Пришла эта пачка Командный центр Также под угрозой Свои войска Отправил вперед Срусис Осталось всего Три супла Это единственное здание Ну Дорогие друзья Что ж Сейчас Либо американец идет Пытается как-то отбиться Либо он просто теряет Все свои здания И теряет Свою пачку Действительно Срусису даже Не обязательно Добивать Хаммера Своего соперника Тем более Что у него пятый ранг Просто сносятся Два последних суплая И джи-джи Но в это время Анатол подспамил Свои войска Интересно То есть По логике Сейчас Весь вопрос В том Какой урон Получит Срусис При Этом нападении Хамви Нужно как можно Быстрее добивать Суплай Чтобы урон Был как можно Меньше Для китай-танка Да Все-таки сыграла Злую шутку Потеря дозеров Минус Минус Все хаммеры Факт покидать Эту игру И что остается У Срусиса Есть еще Бульдозер Но Анатол Тот которого Не добил Китай-танк Сейчас Может навязать Очень хорошую борьбу Хоть у него нет Пятого ранга Но Денежка-то есть Флуат он весь свой Большой в 35к Уже потратил 11400 осталось У Срусиса тоже Небольшой флуат Он держит Запас денег Ну и вышки есть У Срусиса Нужно Срочно ему Отстраивать Командный центр Два дозера есть даже А, так у него есть Нет, нет КЦ Лотос Анатол работает Надо было воровать Наверное деньги Надо не забирать Суплайн Ну да ладно Да, пошел Отстраивать сразу Командный центр И ядерную шахту Ну тут очень много Кстати Императоров Причем императоры С лычками Я не особо уверен Что эти войска Анатол его спасут И вообще Нюку все-таки Нужно идти по праву В Нюк Кэнона Я считаю Ну потому что Нюк Кэнона Они даже в повышениях Не требуются И здесь как раз таки Против танка Нюк Кэнона Они будут спасать Но пока Анатол Не особо собирается В них играть Но наспамил Наспамил Не спорю Сколько у него Три военных завода Уже подходит Трусис Попытка номер два Сломать Нюка Розова Не получилось В первый раз Его добить Помешал американец То американца Больше нет на карте Причем я смотрю Да, апгрейты Есть на изотопы Поэтому Баттлмастер Они взрываться И убивать Союзные юниты Не будут Эти изотопы Это апгрейты Кстати в электростанции Кто не знает Если не ошибаюсь Хотя нет Не в электростанции Конечно в пропаганде В пропаганде Я в контре 007 спутал И пошли все-таки Первые Нюк Кэнаны Да, дорогие друзья Ну смотрим на их эффективность Пора запускать Нельзя танкисту Стоять на месте Залпы пошли Нет Нужно все-таки Через контрол пробивать Чтобы залпы Нормально полноценно дошли Первыми в бой Кинулись Баттлмастеры Отходит танкист Немножко выше Что на базе Уже есть конечно же Командный центр Опять же ядерная ракета Отстроена По деньгам У Анатола 20к Плуат Он может спамить И спамить И вот Нюк Кэнаны Подходят Ну тут кстати ловушка Ой-ой-ой Как кучно Встали Неужели Отдается Первый император Падает Ковровка Не на Нюк Кэнаны На Военный завод Все что смог Забрать И еще Работает Великолепная Просто работа Дорогие друзья Трехлучковый Нюк Кэнон Неужели Эти ребята Спасают Все таки Анатола Давно нужно было играть В Нюк Кэноны И минус Вся эта пачка Злых Императоров Их даже ярость Здесь уже Не спасет Великолепно Отбивается Анатол В этот раз Он смог дать отпор В отличии Да От того момента Когда его практически Уничтожили Ну тогда и не было Нюк Кэнонов Да в принципе Сейчас если бы не было Нюк Кэнонов Игра была бы проиграна Так что два Нюк Кэнона Сделали Эту игру И позволили отбиться Лотос пошла Лотос не уловили Нет пошел за лотосом Гоняться Ну тут Впрочем мне кажется Уже радар Наверное выпустить А этой пачкой Нужно идти вперед Усрусиса Вообще пустая база Минус Лотос Анатола Посмотрите Ничего нету Усрусиса Абсолютные денег Меньше чем у Анатола Неужели Анатол Которого практически Уничтожили в этой игре Сейчас может победить Невероятно Но он кстати Мало заказывает Вспомогательных орудий На свои оверлорды Можно заказывать И гатлы Можно заказывать И пропаганду Чтобы ремонтироваться Падают мины Под военный завод Нужно здесь играть Аккуратненько Постом уходит Анатол контролирует Лотос забирает Один из военных заводов Остается их два Так Ну и все Пошел вперед Анатол Срусису нужно За это время Успеть отспамиться У него уже есть Два императора Императора мощнее Конечно чем Оверлорды ядерные Ну и Оверлорды ядерные Зато быстрее Это тоже Некий бонус Для нюка Посмотрим Насколько он отработает У Анатола Лотос 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 Ушла немножко Здесь пошел радар Но нельзя конечно Давать эту вышку Нужно немножко левее По логике пройти Находит новые места Обитания срусис Сразу же увидел вышку Будет ее по всей виду Перехватывать Ну что ж Три императора Против такой большой пачки Мне кажется что Эти три императора Не подтянут Но не забываем Есть у танкиста Третий Точнее пятый ранг Так Пост словили Пост минус Ребята просто Проехались Беспощадно здесь Выходит Четвертый Танк Император Ну и да Начнется По всей видимости Война Пока никаких Повышений нет В правого угла Мы не видим Ничего не летит Командового центра Так Так Зато повышение От Анатола Великолепно Забайтил На Эми Бомбу И три императора Замораживаются Неужели Анатол Благодаря своим Грамотным действиям Сейчас заберет Эту игру Но ответный повышение И это Эми Бомба Как же так Срусис Великолепно Заюзнул в ответ И минус Вся абсолютно Техника Плюс Ковровочка Пятого ранга Ой Великолепно Легла Просто шикарно Срусис Здесь отыграл И у него вновь Появляется надежда На эту игру Лотос Все таки Забрала вышку По всей видимости Ее убили Да И мы смотрим У Анатола Нет новой пачки То есть Анатол Все теряет У него есть флуат В 14к У Срусиса Кстати не так много денег Полетели в ответку Повышение Ковровка Но ковровка Не заберет Императора Не отдавой Здесь Да Она пошла В пустую В холостую Четыре императора Живет Двухлычковый Оверлорд Бы на самом деле Уже трехлычковый Убрать Не нужно его сливать Хотя вот он Забрал один Забрал два Слушайте Интересный размен На два Императора Великолепно Тут отыграл Ядерный оверлорд Ну минки Мимо получились Отбивается Срусис Плюс Он захватывает Новую территорию И новую добычу Великолепно В макро Он сейчас отыгрывает Получше чем Анатол Но Анатолу Наверное Не хватает Да По захвату территории Немножко может Контроля не хватает Хотя Пользовался Своими повышениями Великолепно И погнал нас Ох как на минке Наехал Танкист вперед Неужели в надежде Про контратаковать Ну там новая пачка Накопилась Анатолус еще держит Флуат Выпустил собственно Черный лотос И будет захватывать Вышку Интересный момент Да тут сверху уже Назахватывал Нормальной территории Срусис У него прилив Деньгам пошел Но он все сразу же Тратит в императоры Выходят новые Ходят здесь по минам Оказалось что Мины не так то и плохи Но до конца Юниты не забирают Слишком ребята бронированные Ну посмотрим Пошло 4 императора в бой Один из них Трех лычковый Обходит Анатолу Эти императоры И просто решил Заглянуть Ну туда Тут он спалил Пришел своим дозером Забирать территорию Видит вражеские постройки Поэтому Оверлорды направились На то Чтобы выбить Вот это как раз таки Зону Но императоры Решили поиграть В догонялки Это конечно не особо Этим ребятам подходит Но не угонятся они За За оверлордами Единственное что Загнать в ловушку Как можно долго Здесь овер продержится Стоит бункер Хороший Но им кажется Эта пачка должна Его без потерь разваливать Совершенно верно Неплохо Здесь отыгрывает Анатол Но что делать Когда императоры Подожмут задницу Вот это большой вопрос Что по новым юнитам Мы смотрим что не особо Здесь В интернет центр ушел Кстати струсис Вложился во вторичку Пошел нюкэнон От Анатола Так Вышку захватывает Себе поглядите Анатол То есть Все таки В макро начал играть Суплай не убил Ну и по всей видимости Здесь могут Не дать Перехватить даже вышку Вот этот вот Трехлычковый Император Да дорогие друзья Не дает И уходит Хотя бы без потерь Уходят Оверлорды Импы их не догнали Ну 5 императоров Пошло на базу Ого Ого Какую пачку Отспамил нюк Интересно Слушайте Ну неужели Лучший вариант Пойти вперед Мне кажется Все таки Наверное Можно и отбиться Попробовать Тем более Что есть нюкэноны Ну подозрительно Странно Анатол пошел Вперед Размениваться базами Когда он действительно Мог забирать Сюду пачку Но ядерный удар Кстати возможно Он ждал счетчик Понимал куда он пойдет Поэтому ушел Своими войсками Ядерный удар Бьет и по нюкэнону Два завода не забрал Ну все Беззащитная база У Анатолла Дозер пытается сбежать Вот теперь вопрос такой Ну зря убежал Или не зря все таки Да С другой стороны Если бы Анатол Осталось отбиваться Возможно ядерный Упал бы по нему Бьет Ковровка Забирает Два императора Но уже В базе как таково И нету Ну посмотрим Что здесь А здесь минки Попадаются Войска с Русиса В ловушку Так Но это очень большая пачка Их нужно опять Накрывать ЕЦМкой Но В никуда Ковровка И неужели С Русису нечем Вообще отбиваться Ну я думаю Что ЕЦМка тоже Не откатилась Да друзья Размен базами Теперь вопрос Лишь что Обрадано Или нет Это для Анатолла Понятно что Для медленного танкиста Это плюсиком идет А для быстрого Нюка Но Пошел арт удар У нас От ядерного Розового китайца Командный центр Нужно быстрее уничтожать Пока всякая гадость Туда не полетела Ушел ли Так Каркас Слева А где дозер Погодите А есть дозер Есть дозер Он ушел Арт удар Здесь пробил Пропаганду Уничтожается Все таки Командный центр Ну слушайте Анатолл Действительно Тот самый игрок Который был Практически 10 минут назад Подавлен Даже 15 минут назад Тем же С Русисом Но просто Не добит Сейчас имеет Большие шансы Есть каркасик Почему то С Русис Его упускает Ну как же так то Так он же видит А он не видит Даже этот каркас Он просто мимо идет Нифига себе Ну да Тут просто пробивает Ну как же так то Слил Рацию императора Слил Два императора На каком то дурацком бункере Боже мой Вот это Неаккуратность Дорогие друзья И неужели Еще третий император Сейчас сольет Боже Один бункер Нет Один бункер Нюка Который убил Почти пол пачки Невероятно Пошла разведка танками Искать последние здания Интернет-центр найден Если дозер У Срусиса есть Он отстраивает уже Командный центр Тоже ставит Каркасы Но вот один каркас Анатолова пропустили А каркасы сейчас Играют очень большую роль Посмотрите Командный центр Отстраивает сам Анатол Но нужно строить Да наверное Электростанцию Для того чтобы быстрее КЦ достроить И поэтому он переключается Хотя посмотрим Сейчас же тут КЦ уже достроен Пошли войска На защиту По всей видимости Своего дозера Больше войску нюка Абсолютно больше войск Но У Срусиса Вот-вот будут готовы По вышине Думаю упадет Эми бомба Поэтому эти войска Можно заморозить И отпинать Этими императорами Там причем С лучками император Это по дефу Дошел один овер До вражеской казармы Нашли красногвардейца Здесь Пошли куда-то дальше Ага Решил наверное Встретить эту пачку Но Нет Зачем-то яростно Дозер заюзана Неужели он будет Быстрей этого строить Да ну Че-то я такой не проверял Но неужели это так Ну что 10% И полетело Да ну Не дадут 2% До КЦ Осталось Анатолу И Ковровка Закрывает Его последнего строителя Но как же Это Неприятно Все друзья Раз каркас И 2 каркас Все что остается У Нюка А у Срусиса Есть повышение То есть по сути Сейчас Срусис Доживает До своих повышений И уничтожает Нюка Просто нужно бегать По карте Да теряет он Все свои императоры Тут просто на нулях Один арт удар Одна ковровка Че угодно Сюда падает И все И вот сюда Падает одно повышение Но Но Срусис Об этом каркасе Не знает Он проходил мимо В этом то сейчас Вся и проблема Будет погоня Дорогие друзья Все самое интересное Начинается 5 живых юнитов От Нюка 6 6 живых юнитов И по всей карте Будет бегать Срусис В надежде Отстроить Дополнительные Я думаю Командные центры И просто уже Выиграть на повышениях Но интернет Центр то у него был И дать он не делал Апгрейд на разведку Потому что Вот этот вот Электростанция Она действительно Оказалась вне зоне Видения красного Китайца Это плохо Он сейчас Возможно думает Ну все Последний каркас Его добиваю И GG Но не все так просто Потому что Есть на карте Еще один каркас У Анатолла Будет убиваться Командный центр Срусису нужно Не военный завод Ему нужно как можно Дальше уходить Отстраивать Отстраивать новый Командный центр Только командный центр Сейчас спасет Эту игру Никаких унитов Он уже на спаме Здесь не успеет Потому что Анатол не будет Стоять на месте Ну вот пришел Еще один Да тут Танк Артудар Как раз таки Пошел на командный центр В прямом эфире В ФФА Срусис сказал Что-то подобное Ну наконец-то Или что-то такое И когда Выбил этот артудар Точнее Выбил этот командный центр И Анатол Остался в игре Срусис Словил лютый ФФА с палом Как так Да потому что Он не знает Про этот каркас Дорогие друзья И нужно его Каким-то образом найти Но я если честно Сам когда Стримивал эту игру Я не заметил Этот каркас И мы уже все Дружно написали Грубо говоря Джи-джи Да попрощались С Анатолом Но потом такие Оп Анатол то в игре Как так получилось Да-да-да Все благодаря этому Каркасу Анатол все еще В игре Но Дозер Отстраивает новый Командный центр Опять же Срусису нужно Брать этот Саплтрак И просто кататься По карте И искать Вражеские здания Лотос бегает У Анатолла Все еще Его Быстрые Танки Перемещаются Оверлорды По карте Но на самом деле Нюка очень спасает Что он играет За Нюка Потому что Скорость танков Конечно здесь Очень большую роль Играет Они очень быстро Передвигаются Дозер Просто уматывает Посмотрите На правый фланг Ему не дают Достроить Командный центр Ну и по всей видимости Этого побега Анатол не замечает Да Он будет добивать Каркаса Хотя Ну должен был замечать Нет Вот этим Овером Нет Минус Вся база Новый каркас Должен быть Где-то Нет Да Есть каркасик Справа Снизу был Когда-то каркас Но его уже нет Отстраивается Казарма Ну бесполезно Наверное Все-таки Нужно уходить В этот угол Карты Отстраивать Где-то здесь электростанцию Командный центр Только если так Ну и я не знаю Нашел Все-таки Срусис Этот Но он По миникарте Видим Что так его и не видел То есть Срусис Абсолютно не знает Где находится Вражеский Последний каркас Он не знает Этого А что касается Анатула Ну он Тоже в принципе Ну по следам Тут следы видно Вот видите Видно следы Дозера Дорогие друзья То есть Прекрасно Можно увидеть Куда он пошел Следы очень долго Исчезают И по этим следам Анатул просто пошел 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 И находит казарму Привет родная Да там Бесполя Ракетчик-то пошел Кстати наверное Каркас все-таки искать Да Минус казарма Где дозер Дозер уходит на правый фланг В угол Забивается с электростанцией Но вот здесь уже Просто в поиске Уходить Налево Направо Немножко мимо пошел Но надо все-таки Нарочекнуть этот угол Потому что следы Уже исчезли Да Решил распределить Один сюда Один сюда И один вот туда То есть Чисто поиски Бульдозера Неужели все-таки Анатул Который был побит В этой игре Благодаря одному Какому-то единственному Каркасу Побеждает в этой игре Но великолепно Получилось ФФА Она очень многим Запомнилась на стриме Там прям Целые аплодисменты Были Анатул Действительно Затащил великолепную катку Дорогие друзья Ну и розовый У нас Ядерный китаец Побеждает На этой очень интересной карте Кстати эти карты Они вошли В карту ранг То есть благодаря Гентулу Они вам сами Скачиваются И вы можете на них играть Мы видим Что Струсис опередил всех По экономике 195 Анатул собрал меньше Но все равно победил По созданным войскам 90-90 Причем очень все равно По потерянным войскам Струсис потерял больше И Анатул уничтожил больше Но это все благодаря Нюк Кэнонам В тот момент Поэтому такая разница Да вообще В принципе Если бы не Нюк Кэноны То Струсис уже Без проблем бы победил Ну что ж Дорогие друзья Оставляйте конечно же Свои мнения Комментарии Обязательно Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Не забывайте Про группу Вконтакте И Дискорд канал Ну а я с вами Не прощаюсь